Девушки отдыхают Строй свою безопасность. Подключи домофон 2.0 от компании Орион Телеком. Девушки отдыхают И готовимся к жаре. Градус в регионе накаляется. Меня зовут Анастасия Павлова и в начале коротко о выпуске. 30-ти градусная жара и штиль. Загрязнили воздух. В Абакане Черногорске введен режим черного неба. Предлагается назначить выборы главы города Абакана на 8 сентября 2024 года. Завершение срока полномочий у Алексея Лёмина и выборы еще четырех глав районов Хакасии. В сентябре идем голосовать. Скоро в столице появится еще одна школа на тысячу мест. Построят ее на улице Литвинова. Абакан хочет еще одну большую и современную школу. При этом достраивает и новую в Арбане. Часть кабинетов уже готова. Нужно подстроить своего партнера так, чтобы он тебе доверял, чтобы он был в физической форме. Конкур-кросс и манежная езда. В Абакане прошло конное тройборье. Из-за жары и почти штиля в Абакане Черногорске экологи ввели режим черного неба. Зимой мы привыкли к нему, а вот для лета это только второй случай. Первый был год назад, когда в соседнем Минусинском районе горели леса. Сейчас резкое повышение температур и безветренная погода не дают вредным примесям в воздухе рассеиваться. Такая ситуация не только в Хакасе, а в целом по Сибири. Другие регионы тоже вводят режим черного неба. Для городов республики ООН первой степени, а значит все предприятия должны снизить выбросы в воздух на 40%. Неблагоприятные для рассеивания вредных примесей условия продержатся до вечера 16 июня. На ближайшие три дня в столице синоптики прогнозируют плюс 33 градуса. А после в понедельник начнутся дожди и градус упадет до 25 тепла. Вместо домашнего ареста запрет на выход из дома ночью. Меру пресечения стрелку из Абаканского ночного клуба изменили. Инцидент произошел еще в начале апреля. Тогда из-за конфликта один из участников разборок побежал за пистолетом и выстрелил в потолок заведения. По словам самого 38-летнего задержанного, во время конфликта он действовал на эмоциях, оружие с которого выстрелил полицейские изъяли. В отношении мужчины заведено уголовное дело по статье хулиганства. Максимальное наказание до 7 лет. На время следствия задержанного посадили под домашний арест. Похоже, он раскаялся. Я хочу извиниться перед посетителем группы за то, что создал дискомфорт. И перед жителями Абакана вот так получилось. Сейчас мера пресечения стала мягче. Только запрет определенных действий. То есть подозреваемому нельзя выходить из дома после 10 вечера и до 6 утра. Запрет на телефон и интернет только в экстренном случае. А также нельзя контактировать со свидетелями по уголовному делу. Полицейские установили, мужчина ранее судим, а ночной клуб усилил контроль и поставил рамочный металлодетектор. Этой осенью снова заполняем бюллетени. В сентябре выборы двух мэров, четырех глав районов и одного депутата Госдумы. Но это не все. В некоторых сельсоветах тоже может поменяться руководство. Один из первых, кто официально объявил о дате голосования – Абакан. Предлагается назначить выборы главы города Абакана на 8 сентября 2024 года. Решение о назначении выборов главы Абакана депутаты приняли на сессии. Это, кстати, одна из причин дополнительной встречи народных избранников. Но выборы ждут также главу Сорска. Сейчас в кресле Владимир Найденов. Его имя часто звучало в новостях из-за проблем с отоплением и котельной. Ну что с вами общаться? У вас какие вопросы? Люди у вас замерзают в третий день. Мы хотим знать, почему они мерзнут. У вас. А у вас замерзают? Отметился Найденов и перебежкой на пороге выборов из одной партии в другую. Пока Сорск, по данным избиркома, официальные выборы не назначил. Решать, кто станет главой, предстоит и четырем районам – Орджоникидзовскому, Багратскому, Аскизскому, Бейскому. Кстати, в последнем история с главой закончилась уголовным делом. Год назад Иннокентия Стрибкова задержали. 13 июня у нас был опыт судов. У меня у супруги сумки забрали последний день, который я ей давал зарплату, чтобы она детям есть купила, заплатила за свет. Следствие и суды шли до конца января. Стрибков признан виновным по статье о превышении должностных полномочий. В 2021-м подписал акты приемки работ при строительстве двух жилых домов в Бее, когда по факту их не было. Тогда же подписал акты о приемке стройматериалов для мини-футбольного поля без поставок. Но объекты все достроены. По этому делу Стрибкова оштрафовали на 300 тысяч рублей и запретили два года занимать места в бюджетной сфере. Также на нем еще одно дело о получении взятки в 470 тысяч рублей. По нему расследование еще идет. А такую картину в Бородино можно было наблюдать еще лет 5-6 назад. Кресло главы небольшого села в Баградском районе только в 2018-м подгоняли под себя пять начальников. И такая текучка кадров объясняется просто. Коммуналка. Одна лишь котельная, чего стоила на тот момент. Что не зима, то люди замерзают. А в Бородино от центрального отопления греется 250 домов, школа и детсад. Впрочем, котельную все же отремонтировали. Да и начальники перестали меняться. Но выбрать нового придется. Как и еще 12-ти с Советом Республики. А вот кого все вместе выбираем, так это депутаты Госдумы от Хакасии. Сергей Сокол, которого мы выбирали в 2021-м на эту должность, в прошлом году стал председателем Верховного Совета Хакасии. Соответственно, и полномочия с себя снял. Пока Центризбирком официально не озвучил решение о назначении даты выборов. Но это лишь формальность. Артем Михалков, Евгений Сульбереков. Нота БНМ. Очередная авария с мотоциклистом. В Абакане, на перекрестке Тараса Шевченко-Пушкина. Тойота поворачивала налево и не уступила дорогу железному каню. Он двигался прямо. У мотоциклиста ушибы. Он в больнице. По предварительным данным, оба водителя были трезвые. О том, что готовим в эфир далее, расскажу после информации от генерального спонсора выпуска «Оптики Хрусталик». В «Оптике Хрусталик» акция. Все лето для детей и подростков до 18 лет скидка 30% на оправы. Успевайте приобрести качественную и удобную оптику для своего ребенка. Кроме того, вы совершенно бесплатно можете проверить свое зрение. Качественные оправы, солнцезащитные очки и линзы по демократичным ценам. Следите за своим зрением с оптикой «Оптика Хрусталик» в Абакане по адресу Щетинкина, 48. Мы все красили в один цвет. Все классы, все одинаково. Одноцветные классы, зато школа с лифтом. Строители показали, как идут работы в новой школе района Арбан. Дорожные работы расширяются на проезде Северном. С пятницей машинам нельзя проехать уже от улицы Торосова. Освободитесь от кредитов законно, звоните в ФЦБ и точка. Ищите выгоду? Приходите в Калину в супермаркете «Алея» с 6 по 19 июня. Только нужные скидки по карте «Копилка». Кита, свежемороженое, потрошенное, килограмм 299,99. Средства «Тайт Калор», гель-концентрат для стирки 329,99. В магазине «Турецкие товары» с 13 по 16 июня скидка на весь ассортимент 10%. В Галамарте 16 июня шок цена противень 149 рублей. 23 июня матрас пляжный 99 рублей. Бассейн «Каркасный индекс» 6395 рублей. В Остин с 13 по 30 июня распродажа скидки до 50%. Футболка женская от 599 рублей. Футболка мужская от 799. Брюки женские от 999. В Глория джинс 13 по 30 июня распродажа скидки до 80%. А завершить шопинг со вкусом и сэкономить можно в кофейне «Уан Прайс Кофе». При покупке любого кофе объемом 04 или 06 назови кодовое слово «Вкусный сырник» и получи порцию самых вкусных сырников бесплатно. Торговый центр «Калина» покупай с удовольствием. Только представьте, новый жилокомплекс от компании «Людвиг» «Арена Парк». По адресу Кирово 185. 4 корпуса, 12 этажей и 300 парковочных мест. Напротив, новый роскошный парк и будущая ледовая арена. Все в шаговой доступности. Звоните 20-26-26. Акция «Кадне медицинского работника». Первичный прием у хирургов-лебологов «Варикоза.нет» всего за 850 рублей. 217-543. Благодарим медиков и заботимся о вашем здоровье. Студент Эдуард ест Владимирский стандарт. А еще спорта фанат ест Владимирский стандарт. Даже юный Панапарт ест Владимирский стандарт. Ну и друг его, гепард, ест Владимирский стандарт. Лучшие стандарты для лучших моментов. Владимирский стандарт. Все лучшее в стандарте. Диван или море? С КМК можно все. Со скидкой до 20% хватит и на мебель, и на отдых. Есть рассрочка. КМК. Всегда удобно. Лето в самом разгаре. А в отделе нижнего белья «Ангел А» огромный выбор купальников для детей и взрослых. А пока «База Контакт». Вяткина 2. Слад 8. Строительство долгожданной школы в Арбане идет хорошими темпами. При этом власти пока не называют точных сроков, когда запустят в нее детей. Сегодня с инспекцией на объекте побывал Алексей Лемин. Вместе с мэром ход строительства оценил и наш корреспондент Виктор Буров. Он рассказывает, что в столице скоро начнется стройка еще одной школы на тысячу мест. Вот где и когда? Смотрите. Строящаяся школа больше похожа на муравейник. Чтобы успеть сдать объект к 1 сентября, трудятся больше 200 человек. Такую задачу поставила мэрия. Кажется, рабочие укладываются в заданное время. Началась отделка фасада. Некоторые кабинеты уже готовы к установке оборудования. Мы все красили в один цвет. Все классы, все одинаково. Но здесь вот директор школы, так скажем, пошла на конфликт со строителями и предложила в каждом классе применять уже, собственно, свою цветовую гамму. 33-ю школу хоть и строят по типовому проекту, но она будет отличаться от других. К примеру, на уроке дети будут добираться на лифте. А в актовом зале установят интерактивный экран на всю стену стоимостью в миллион. В классы завезут передовое оборудование почти на 200 миллионов. Мы пока не говорим, когда откроется школа, потому что мы будем обсуждать. Школа будет открываться, понятно, под определенную четверть. То есть в середине четверти никто открывать школу не будет. Спрос очень большой. И школа в настоящее время еще называется в состоянии стройки. А уже обращение огромное количество и жителей районов. И мы, опять же, обсуждаем сюда переселение первой школы, как вариант на время капитального ремонта. Школа строится по нацпроекту, стоимость 1 миллиард 300 миллионов. Отстает от нового графика заданным мэром пока только корпус для начальных классов. Здесь рабочие только заливают полы. Но подрядчик говорит, как только закончат работу в основном корпусе, все силы направят туда. В школу в Арбане сможет вместить тысячу учеников только в одну смену. Такая крупная школа в республике третья по счету, но не последняя. Власти раскрыли секрет. Скоро в столице появится еще одна школа на тысячу мест. Построят ее на улице Литвинова на пустыре за детским садом Феденька. Когда конкретно начнется строительство, пока не уточняют. Федеральное финансирование еще не подтвердили. Будут ли в Абакане и дальше строить вместительные школы, будет зависеть от решения федеральных властей. На выделение денег главным образом влияет демографическая ситуация. В Абакане количество дошкольников с каждым годом уменьшается. При этом число учеников увеличивается на тысячу человек. За счет того, что в столицу переезжают семьи из других городов. Виктор Буров, Виталий Глазко, Нотабена. В Абакане с пятницы закроют для движения еще один участок проезда Северный. Подрядчик продолжает капиталить дорогу. Проехать нельзя будет и на промежутке от Кати Перекрещенко до Торосова. С шести утра закроют и сам перекресток. Перекрещенко проезд Северный, поэтому некоторые автобусы временно изменят маршрут и предупреждают в мэрии. Одиннадцатый с остановки проспект Дружбы народов пойдет до улицы Торосова, по Торосова до Торговой, по Торговой до Кати Перекрещенко и далее по привычному маршруту. Тридцать первый автобус на ремонтируемом участке пойдет по такой же схеме. Насколько проезд будет закрыт в мэрии не уточняют. Все будет зависеть от скорости подрядчика. А он работает неплохими темпами. Ожидается, что в конце этой недели уже откроется для движения участок проезда от Кати Перекрещенко до Комарова. Для того, чтобы машины поехали, надо уложить нижний слой асфальта. Проезд Северный ремонтируют по нацпроекту. Позже приступят к участку Торосова авиаторов. Полностью откапиталить дорогу по контракту должны до октября. Рисуют, делают по отделке из дерева и лепят пельмени. В Сайногорском женском центре «Атмосфера» на каникулах обосновались дети. Открылась летняя смена. Практика не новая. Каникулярный отдых, центр досуга и самореализации организуют второе лето подряд. Одно дело посмотреть познавательный фильм о маленьких питомцах, другое увидеть грызуна, домашнего, конечно, вживую погладить, потискать. Яркими моментами организаторы летней смены центра «Атмосфера» наполняют каждый день. А мы сегодня будем готовить обычные, немножко необычные русские пельмени. Лепка пельменей из цветного теста на кулинарном мастер-классе, рисование стенгазеты летних пожеланий, спортивные состязания и, конечно, дискотеки. И так пять дней. Столько длится смена. На это лето запланированы три смены для детей от 6 до 11 лет. Это пока, говорят руководители центра «Атмосфера». Потому что родительский спрос на детский летний досуг большой. Ну, то есть летом, конечно же, мама ориентирована на то, чтобы организовать для детей достойный, познавательный, интересный досуг. Ребятишки приходят, завтракают, идут на зарядку, всегда предусмотрены прогулки, какая-то познавательная, развлекательная активность, обед. Ну и после этого уже ребятишки убегают. То есть, по сути, они полдня проводят у нас, и они приходят домой сытые, дофольные. Каждая смена, говорят руководители центра, отличается по тематике. Бывают спортивные смены, блогерские. В этом сезоне акцент делают на творчество. Занятия готовят не только вожатые, подключаются резиденты центра. Делали магнитики из теста, мне нравилось. Ну, мне нравятся вот деревянные брелки делать, такие из дерева, и лакомо красить. Вот мне нравится. Тут достаточно комфортно, тут прям живая такая атмосфера как раз-таки. И достаточно весело тут проходят вот эти дни. Центр атмосферы – подарок городу от компании «Русал». Атмосфера воплощает собой философию основателя компании Олега Дерипаска, заложившего ещё на заре становление «Русала» идею непрерывного развития и заботы о людях. То, что центр, который изначально создавался для женщин, начал работать с детьми – естественный процесс, говорят, в атмосфере. Пока мамы занимаются самореализацией, в том числе и на мастер-классах и форумах самого центра, их дети находятся под присмотром. Но, понимая потребность, уже сейчас «Русал» рассматривает возможность открытия в городе специализированного центра для детского досуга. Снова опасная рыба. В Черногорском магазине надзорники нашли морепродукты без ветеринарных документов. Предприниматель торговал речной рыбой – это сазан, карась, лещ. В холодильнике лежало 60 килограммов, а ещё 7 – на витрине уже холодного копчения. Это скумбрия и горбуша. Продавец рассказал, что копчением занимается самостоятельно, а вот речную рыбу покупают у физлиц. Но есть ли у них разрешение – не интересуется. В итоге продукцию правоохранители изъяли на экспертизу. Далее – пять коротких новостей. Аварий с участием детей в Хакасии стало больше. В два раза увеличилось количество ДТП по собственной неосторожности школьников. С начала года зарегистрировали более 30 аварий. Пострадали 38 детей. В Абаканском сквере Баранка на пирсе парковое хозяйство поставило 4 шезлонга. Они тоже выкостили из дерева, как и настилы. Их установили в прошлом году. Вокруг пирса высадили деревья и кустарники. Там можно устраивать пикники и наблюдать за андатрами. На фасаде училища Олимпийского резерва установлены мемориальные доски бойцам спецоперации Аймиру Ахпашеву и Мергену Чучунову – парни его выпускники. Аймиру было 29, Мергену – 24. Они посмертно награждены орденами мужества. Красноярский 7-летний мальчик погиб на приеме у стоматолога в частном медцентре. Ребенку должны были вылечить и сделать чистку зубов во сне. Под наркозом состояние резко ухудшилось. Спасти мальчика не удалось. Необходимые для седации результаты анализов семья предоставила. Следком завел уголовное дело. Москве 403 60-х годов нашли водолаза на дне Невы в центре Санкт-Петербурга. Ретроавтомобиль обнаружили на глубине 6 метров возле причала медный всадник. Авто провело в воде много лет, сообщила пресс-служба северо-западного округа Росгвардии. В гидротехнике находка не несет опасности. Благородные соревнования были в минувшие выходные. На Абаканском ипподроме выбирали лучших всадников и их лошадей в конном троеборе. Там и конкур, и кросс, и езда в манеже. Местные и красноярские ребята отбирались на Россию. Здесь работаешь с партнером, и вся суть работы заключается не только в работе с собственным телом, но и нужно подстроить своего партнера так, чтобы он тебе доверял, чтобы он был в физической форме. И вы должны составлять на момент стартов единое целое. Он должен доверять тебе, ты должен доверять ему. Уже как 17 лет неизменный партнер для Татьяны Ягиной – лошадь. Этого зовут император. Татьяна – член сборной Хакасии по конкуру. Слаженность работы всадника и лошади три дня показывали 20 пар в республике и соседнего края. Елизавета Войтхив и Забакана с сапером стали лучшими. Мы проехали конкур чисто. Он прям очень молодец, старался, везде выручал, где можно меня. Поэтому мы первые остались. Конное троеборье – сложный вид соревнований. Это конкур, где нужно перепрыгнуть высокие препятствия. Кросс – испытания на длинных дистанциях с прыжками через барьеры. И манежная езда – демонстрация послушности лошади. Уровень соревнований CCN – две звезды. Довольно высокий для спортивной карьеры спортсменов. Это высокий уровень для юношей. Напоминаю, что они едут, начинают свою спортивную карьеру CCN – одна звезда. Это две звезды, это для них уже финал. Помогает финансово развивать конный спорт в республике «Жилстрой». Троеборье – затратный вид соревнований с точки зрения подготовки самого поля. Застройщик уже много лет поддерживает спортивные проекты Хакасии, особенно конный спорт. Хотелось бы выразить огромную благодарность региональной федерации в лице Александра Сличного и Ольге Сличной, потому что все вопросы, которые судейская бригада задавала, решались очень быстро. Большое спасибо спонсорам «Жилстрою», потому что подарки, кубки. Организатор соревнований – Федерация развития конного спорта в Хакасии. Пришла пора пикников. Для завтрака на траве лучше выбирать полезные продукты. Куда за ними отправиться, подскажут дельные вещи. Здоровое питание может быть вкусным и недорогим, а еще помогает сохранить фигуру в идеальной форме. Те, кто заботятся о здоровье, начинают день с каш. Для приготовления выбирать лучше цельнозерновую крупу, в ней больше витаминов и минералов. Идеальная заправка для каши – натуральные масла холодного отжима. Те, кто любит послаще, может добавить сухофрукты и орехи. Идеальный перекус – в течение дня фруктовые батончики или чипсы из фруктов. Здоровое питание – хороший подарок родным и близким. Можно собрать вкусный набор, например, из ягодного мармелада или шоколада с добавлением кедрового ореха. Отличная идея для того, чтобы приятно удивить друзей и коллег к праздникам. А травяной чай с ароматом тайги сделает ваш вечер приятным в компании друзей. Здоровье – это не только правильное питание, но и качественный сон. Такое обеспечит кедровая подушка. Эфирные масла снимают стресс и усталость, а запах – как в кедровом лесу. Продукты для здоровья найдете в магазине «Изюминка». Здесь больше двух с половиной тысяч наименований, в том числе для диабетического питания и полезной выпечки. «Изюминка» – сельскохозяйственный рынок, один из уличных павильонов справа. Послушать героические сказания и очиститься от невзгод. За день до Тунпайрама в пятницу на Асагайской поляне пройдет конкурс сказителей. Начало в 4 часа дня. И затем обряд поклонения предкам в 10 вечера. После захода солнца шамана курит присутствующих дымом чабреца и поблагодарит духов. А сам праздник первого молока начнется 15 июня в 11.00 с театрализованного пролога. Из-за сложностей с проездом лучше на дорогу закладывать больше времени. Подробнее о новом маршруте читайте на нашем сайте ctv7.ru. А пока же информация от генерального спонсора прогноза – магазина «Перина Хоум». В магазине «Перина Хоум» знают, что хороший сон – это залог успешного дня. Именно поэтому тут есть огромный выбор подушек для комфорта, одеял и постельного белья различных расцветок для вашего качественного сна. А для уюта и спокойного настроения есть пижамы, халаты и тапочки. А также ароматы для дома и мягкие пледы. Спите сладко с магазином «Перина Хоум» в Абакане по адресу Ерыгина, 21. Вход со стороны Кирова. Собирали мусор на Калининском карьере спасатели и волонтеры. Это эко-акция «Чистый берег». На неделю уборка продолжится на пляже в Сайногорске и других популярных водоемах Акасии. Отдыхающим также стоит относиться бережнее к природе, не оставлять после себя мусор, чтобы те, кто приехал после, не чувствовал себя, как на свалке. А поток любителей позагорать и провести время на свежем воздухе сейчас максимальный. Ночью в столице Хакасии плюс 16. Днем жара до 28 градусов. Ясно и почти безветренно. В Сайногорске ночь также душно, градусник покажет плюс 17. Днем, как и в Абакане, 28 со знаком «плюс». Ветер с порывами до 10 метров в секунду. На этом все. Если у вас есть интересные истории или хотите стать героями наших сюжетов, пишите в мессенджеры на номер 8 923 020 77 и 00. До встречи. Привет! Я Татьяна Иванова и вся наша группа «Комбинация» хотим пригласить вас на галоконцерт в фестивале «Бега и гор» «Гладкий трейл», который состоится 20 июля в эко-курорте «Гладенькое». Давайте встретимся, вместе споем все наши хиты и «Бухгалтеры», и «Девятку», и много чего другого. Всех ждем 20 июля. Не пропустите. Бухгалтер, милый мой бухгалтер, вот он какой, такой простой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова